Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM. Фундаментальный группа общественного контроля с содержанием, ремонтом уличной дорожной сети и организацией дорожного движения. При общественной палате Кировской области. Не знаю, как вам, наш слушатель. Мне интересно поговорить про ремонт дорог. Потому что я, например, живу, работаю в центре нашего города, Октябрьский, Воровского. И я, по большому счёту, отремонтированных дорог ещё не видел. Хотя нет, подождите, участок Воровского. И недавно проехался по северосадовый. Константин, сразу же вопрос. Дорожники сейчас в полной мере работают. Потому что знаем, что период дождей вроде бы как прекратился. И там серьёзные опасения появились, что сроки будут сорваны, затянуты. С дорогами-то мы будем в этом году? Хорошими и качественными? В полном объёме то, что было запранировано? С хорошими и качественными, конечно, сказать это как бы так. Лаборатория покажет, лучше так сказать, качественная или хорошая. Но с дорогами мы будем, потому что дорожники на каждом совещании, вот на последнем совещании, которое присутствовало, всем обещают, что у них сейчас они работают в 24 часа, пока погода стоит. А глава администрации Перескоков распорядился? Нет, я думаю, что они сами понимают, чтобы все выполнить такие объёмы, которые им ещё предстоит выполнить, такие как организация Гордормастрой, такие как РТП. Им объёмы ещё огромные надо выполнить. И чтобы их выполнять, надо работать сейчас 24 часа в сутки. Сколько процентов сейчас? От запланированного примерно? Сейчас, как уверяет нас Дирекция дорожного хозяйства, подбирается к 50% от общего объёма. На мой взгляд, процентов 30 выполнено. Ага, с чем это связывается? Такую разницу? Разница, во-первых, часть работ ещё не принята. Мы считаем же как? Так, считаем, когда работы приняты, акты подписаны. Говорить-то можно, что и 50%, и 100%, да? А работы-то не приняты. А приняты, работы-то всего процентов на 30% на сегодняшний день. Вот сегодня будут 2 часа дорогу принимать улицу Парковую на Лавятске, да? Завтра будут улицу одну принимать. Вчера одну улицу принимали. И я надеюсь, что эти темпы приёмки работ именно со стороны Дирекции дорожного хозяйства и со стороны подрядчиков, которые их будут сдавать, они будут усиливаться и увеличиваться с каждым днём. Напомните, всё принято то, что сделано? Ну, нет, у нас не принято. Без претензий? Да, с претензиями сейчас улица центральная, если я не ошибаюсь, в Ганине она находится, да? Потому что там проба асфальта была сделана, и проба показала, ну, асфальт неподходящего, не тот, который в рамках ГОСТа или стандарта, да, получается. Сам асфальт или все вообще слои? Основной слой получается, да. И сейчас, на сегодняшний день, решается вопрос, либо подрядчик будет переделывать, либо какие-то другие варианты будут использоваться. Вот как раз последний раз был на совещании, не в администрации, в дирекции дорожного хозяйства. Как раз этот вопрос обсуждался, и в ближайшее время будет какое-то решение по данной улице, по данной работе, которую выполнял тот подрядчик, который, согласно исследованию лабораторному, не того качества асфальта вложил. Хуже или лучше? Хуже, хуже. Да, было бы лучше, давно бы приняли, и как бы подписали бы. Значит, хуже. Лабораторные исследования где проводятся? Ну, вот смотрите, по этой дороге я не могу сказать, где лабораторные исследования проводились, но если у нас, как нас уверяют, если, грубо говоря, у нас несколько экспертных, ну, лабораторных исследований проводятся, это ГДМС и ВИАТ-Автодор, и как уверяют, если делает дорогу ВИАТ-Автодор, то делает лабораторные исследования ГДМС, да, то в данный объект, это объект ВИАТ-Автодора был, да, то я надеюсь, что, значит, ГДМС делали исследование, но это пока только с моих слов, официально я не видел информацию. Вы раньше заявляли с коллегами вместе, что если будут какие-то подозрения, то вы к независимой экспертизе готовы прибегнуть? Мы стараемся, вот как раз сейчас на данный момент мы неоднократно общались с Росавтодором, непосредственно, да, с нашим филиалом здесь, ФГУ Прикамье, который находится, да, с федеральным дорожным агентством, да, дорожным агентством, и на следующей неделе есть информация, что в город приезжает независимая лаборатория Росавтодора, которая передвижная... Росавтодор ее инициировал? Да, 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 у них есть передвижная независимая, ну, как передвижная лаборатория Росавтодора, которая должна приехать на следующей неделе и проверить как раз те пробы, взять по всей вероятности пробы по тем дорогам, которые уже были приняты, работы, да, и как раз улицу центральную проверить в Ганино, все-таки в каком состоянии находится асфальтное покрытие, которое было уложено. Вот как раз вот эта независимая лаборатория, и мы будем надеяться, что, как говорится, это будет независимая лаборатория. Но она независимая для нас. Да, она независимая, по сути, она независимая для нашего региона, она независимая для тех подрядчиков, которые выполняют работы, да, она непосредственно от основного федерального заказчика или основного распределителя этих финансов Росавтодора. Ну, Росмоскова выделяет деньги, значит, она должна проконтролировать, что это на местах делать. И у них есть специальная независимая, ну, как есть специальная передвижная лаборатория, которая аккредитована, которая перемещается по регионам, где выделяется финансирование и делают свои пробы. Как происходит приемка отремонтированных улиц, я примерно знаю, по телесюжетам различным, которые в интернете можно потом посмотреть, в записи. Я так понимаю, там серьезных-то дискуссий особо и не бывает между общественниками, заказчиками, подрядчиками. По приемке? Да, по приемке. Ну, смотрите. Как там атмосфера-то вообще? Приемка, она же происходит на объекте. Да, основной, кто подпишет, общественники в данной ситуации, они просто высказывают то мнение, которое они видят визуально, те недостатки, которые они увидели или как прошли по дороге. Дальше уже данные виды работ подписывает кто? Заказчик в лице дирекции дорожного хозяйства. И если, вот, например, мы неоднократно обращали внимание на колодцы, которые не сделаны, но если их в тех заданий нет, так вопрос-то как раз к дирекции дорожного хозяйства, а не к подрядчику в данной ситуации. Если подрядчик выполняет работы согласно техническому заданию, в котором не указаны те виды работ, которые, по сути, должны были выполняться, то вопрос, каким образом техническое задание выполнялось. Почему оно так сформировано? Да, почему оно так сформировано? И этот вопрос мы сейчас постоянно задаем тем бывшим руководителям лучшей дирекции дорожного хозяйства, которые сейчас в замах находятся. А все-таки, как это так допустили-то, такие технические задания? Почему бывшим? Потому что Менькин пришел в марте этого года. Да, Андрей Юрьевич Менькин. А те задания еще были в конце прошлого. Да, они еще составлялись в ноябре месяце. Вот сейчас вопросов очень много по Кирову русского идет, да. Потому что техническое задание было составлено, а в ходе сезона, зимнего сезона, появились пучины. В рамках технических заданий этих пучин не было, да. А это уже отдельные виды работ пучины. Их просто не отфрезеровать. Вопросы есть, и на данный момент эти вопросы надо задавать не только, как говорится, директору на данный момент, а тем же руководителям, которые никуда не делись. Они как работают, так и работают. Как подписывали техзадания, так и подписывают, выполняют какие-то должностные обязанности, да. Пусть даже уже в лице и замов. И компетентно, и некомпетентно. И, конечно, решать администрацию, решать новому директору, дирекции дорожного хозяйства. Ну вот, кстати, недавно появлялась в СМИ информация о том, что у общественников как раз-таки по дороге Киров-Русской есть серьезные претензии. Суть их в том, что подозрение, что техзадание им было по ходу дела изменено. Ну и это вообще дело такое незаконное. Ну, как бы... Или не незаконное. Нет, вот смотрите, ситуация такая по поводу Киров-Русского. Мы сейчас очень глубоко изучаем этот вопрос. Завтра собираемся совместно с дирекцией дорожного хозяйства и непосредственно подрядчикам выехать еще на Киров-Русское, посмотреть те работы, которые они выполняют в том ракурсе, в котором они выполняют, да. Посмотреть те моменты, на которые они акцентируют на совещаниях, а именно вот эти пучины, где требуются дополнительные виды работ, и они в рамках техзадания не указаны, да. И посмотреть те моменты, которые они говорят, что тоже по техзаданию не было, а они происходят и требуют других финансовых затрат, других работ, как бы. И это либо это дополнительные работы должны быть согласованы с администрацией и с дирекцией дорожного хозяйства, либо они за свой счет это должны каким-то образом делать. Вот это мы завтра хотим выехать на данную дорогу и совместно с подрядчиком уже посмотреть буквально на те точки соприкосновения, на те проблемы, на которые они указывают постоянно сейчас. Сейчас обладаете информацией, это Киров-Русское, сколько там сделано? Ну, в Киров-Русское они сделали порядка трех километров. Всего лишь еще только три километра. Три, может, на сегодняшний день четыре километра они сделали из заложенных там двадцати и чем-то. Гренландии явно не успеют. Нет, конечно, мы должны понимать, что Гренландии явно не успеют, да, сделать. Дай бог октябрь. Дай бог октябрь. Дай бог октябрь, потому что есть проблемные точки. Эти проблемные точки они сейчас пропускают. Если кто ездил на Киров-Русское и видел, что там, например, они идут-идут, и раз участок пустой, ну, не сделан, и дальше пошли, то в этот участок либо там пучина, на которой образовалась зимний или весенний период времени, который надо подходить не с тем подходом того технического задания, которое сейчас есть, либо там трубу перекладывать собираются, да, а ее надо еще переложить, и переложить будет другой подрядчик, а не в рамках этого. Это отдельный плод, отдельный подрядчик нанят, который когда-нибудь в ближайшее время это переложит, эту трубу. Подождите, конкурс ведь нужен? Уже нет, там по этому поводу конкурс уже проведен. Там уже, да, там, наверное, по упрощенной схеме мы примерно уже представляем некоторые подрядчики, которые там будут перекладывать, да, например, там эту же трубу, там, город Дормострой будет перекладывать, если до переезда ехать в сторону, после Садоков, там участок есть, трубу надо перекладывать, да, там город Дормострой будет трубу перекладывать, да, но когда он приступит к работе, и когда он ее переложит, это же оттягивает опять сроки, да, и когда потом выйдет подрядная организация опять, та, которая осуществляется с работы, и когда она сделает, это все время, это время, это надо технику перетащить, сделать, еще же делать, так нарушение процесса, время, время, а сейчас время играет не в их сторону, не в нашу даже с вами сторону, да, почему? Потому что есть программа, у которой есть ограниченный срок выполнения этой программы. У нас сейчас будет небольшая пауза, я напомню, что это особое мнение Константина Сичихина, мы вернемся через минуту. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение Константина Сичихина, руководителя региональной группы общественного контроля за ремонтом дорог, члена регионального штаба ОНФ, члена общественной палаты нашего региона. Я напоминаю, что вы, слушатели, можете задать вопрос гостю особого мнения через специальную форму на сайте kirova.ru, есть там еще и аудио и видеотрансляция нашего эфира. Мы сразу предупрежу, не только про ремонт дорог будем говорить, но и еще про одну тему, которую курирует Константин в рамках Общероссийского народного фронта. Это... Не курируйте. Ну, я активист этой тематики, да, но курируют у нас другие люди. Хорошо. Я имею в виду тему свалок, незаконных, несанкционированных свалок. Мы сейчас удалимся немножко из областного центра в другой, менее крупный нашего города, но не так далеко от нас расположенный, где тоже идет ремонт дорог. Это Кирово-Чепецк. И вот буквально накануне в СМИ была информация о том, что там появится некая четырехполосная дорога для грузовиков. Кирово-Чепецк, Зуевка. Вы изучали этот вопрос уже подробно? Да, мы этот вопрос уже давно изучаем. Почему? Потому что в рамках БКД и в рамках того, что Кирово-Чепецк моногород... Безопасные и качественные дороги, да. Да, в рамках той программы федеральной до 2025 года, которая будет существовать, будет Кирово-Чепецк, как он входит в агломерацию, будет выделяться дополнительное финансирование на инфраструктуру дорожную. И также в рамках моногорода, как бы, Чепецка, там тоже выделяется дополнительное финансирование тоже на благоустройство города. И с учетом того, что в Чепецке существует огромная проблема транспорта, грузовый, как бы, он получается город, через который проходит транспорт с повышенной тоннажом, именно грузовой транспорт. Большие грузы. Большие грузы, которые идут в сторону Пермского края, Ижевска, получается, вот, то мост, который там находится, в наихудшем состоянии, да, и приходится всему транспорту идти по городу, разрушая инфраструктуру города, разрушая дороги. И эта проблема, она уже не первый год поднималась, и в этом, ну, как бы, в ближайшее время в Кирово-Чепецке должны были начать проектировать объездную дорогу. Либо объездную дорогу, либо улучшение инфраструктуры, улучшение, там, расширение дорожной инфраструктуры, как бы, ремонт моста, например, там, или еще какое-то. В общем, некие мероприятия, которые все-таки поспособствуют улучшению ситуации. Но мы думали, мы как общественники, мы думали, что это будет проходить через общественное обсуждение. Что этот вопрос сначала спросят общественность Кирово-Чепецка, людей позовут, спросят все-таки, а надо ли, может быть, никому не интересно, что по городу пойдут фуры. Может быть, это должен обход какой-то быть в городе Кирово-Чепецка. Либо, как предлагали, через Капустное поле, там, если кто знает, да, там есть просто... Они в курсе, простите. Да, там есть территория, она раньше называлась, как в простонародье, Капустное поле, да. Капусту там выращивали. Вот, может, там эта дорога пойдет вдоль этого участка, да. Но почему-то каким-то образом на сегодняшний день мы видим, вот сегодня информация появилась, что Кирово-Чепецк решил сделать проектирование на стоимость, там, порядка 25 миллионов рублей на эту магистраль без общественного обсуждения, да. Вопрос, либо им неинтересно общественное обсуждение, либо они не хотят через Капустное, например, вот это поле протаскивать эту магистраль. Почему? Потому что сейчас там активно застраиваются коттеджным поселком. И кому-то, может быть, из местных чиновников, из местных людей не нравится, что там будут ходить фуры. И они решили вот таким образом перепроектировать данную магистраль за потратить 25 миллионов рублей. Хотя на сайте известного интернет-издания там пишут, что объем данного ремонта будет порядка 800 миллионов рублей данной дороги, да. Вот, потому что там мост. Там, во-первых, надо реконструировать как минимум одного моста производить. Реконструкция дорогостоящая, да. Да, дорогостоящая. Плюс дорога по улице Братни-Воснецовых, которую тоже надо капитально выкладывать, да. Вопрос-то в этом затрагивается. Почему не было общественного обсуждения? И на сегодняшний день мы будем сейчас уже готовим письмо на администрацию города Кирова-Чапецка о том, чтобы, во-первых, если было это общественное обсуждение, то где это опубликовывалось? Если этого не было, то будем требовать отменения данных торгов именно на проектирование и проведение общественного обсуждения. Только по той причине, что данный проект и данная магистраль это очень важно не только для Кировской области, но особая важность для Кирова-Чапецка, да. И, извините, без общественного обсуждения данный объект строить не рекомендовано с нашей стороны. Да, это, простите, вам чапецкие коллеги подсказали? Нет. Нет? Как вы выяснили? Как мы выяснили, я сам родом из Кирова-Чапецка, я представляю ситуацию в Кирове-Чапецке. Связь с родным городом не теряете. Да, и как бы я там родился, я там прожил свое детство, да, и представляю всю инфраструктуру Кирова-Чапецка на сегодняшний день. И считаю, что администрация ведет себя неправильно. Ведет себя неправильно, и без общественного обсуждения данный вопрос не должен быть решен. Вот и все. А в Чапецке в целом ремонт дорог, он идет в этом году? Да, он был в Чапецке в целом, в этом году ремонт был намного, конечно, по суммам меньше сделан, чем даже в том году, да. А там все уже закончено, и ничего не будет в этом году? Нет, в Чапецке и в следующем году будет, мы вот сейчас голосование проводим на сайте общественной палаты, надеемся, что в Чапецке и в следующем году будет проведен какой-то ремонт, потому что там есть проблема улицы Школьной, тоже проблемная точка, да, есть еще несколько улиц, где там есть проблемные точки, которые надо тоже реконструировать и делать ремонт по ним. Но Чапецка, по сравнению даже с городом Слободским, он, конечно, в наилучшем состоянии находится, потому что он более свежий город. И подушка в городе Кирово-Чапецке под дорогами, она бетонная. Даже в Кирове нет такой подушки, как в Чапецке в свое время сделано было. И разрушение этих дорог, оно происходит наименьшем. Город на особым счету все-таки. Да, ну вот сейчас надо решить вопрос все-таки, это точка соприкосновения в Кирово-Чапецке по поводу обхода города Кирово-Чапецка, либо там объездной дороги какой-либо. Ну, с моей позиции, да, не надо пускать грузовой транспорт через весь город. Да, она пойдет по улице 60 лет октября, и пусть дальше уходит там, как на Капустное поле сначала планировалось, и уходит на трассу в сторону Зуевки. А не как вот, согласно данного проекта, они пытаются сделать реконструкцию моста, это затратными, как бы, плюс, как я понимаю, Братни-Воснецовы будут восстанавливать капитально. Почему же нельзя проще сделать с улицей 60 лет октября? Ну, это моя сейчас точка зрения, как уже человек, который там жил, и человек, который представляет ситуацию в Кирове-Чапецке. А вот точка зрения администрации мне очень сильно не нравится. Константин, с вашего позволения, я обращу все-таки внимание на вопросы, которые есть на нашем сайте, кирово.ру. Напомню, что можно задавать гостя особого мнения. Есть у нас активный пользователь сайта и слушатель, я надеюсь, по имени Валерий. Сразу несколько вопросов поступило вам от него. Должны ли депутаты Городумы заниматься контролем ремонта дорог? Обязаны. У нас же любой депутат, это слуга народа, проще так сказать. Он выбирался кем? Народом, и контроль они должны осуществлять не хуже, чем общественник. Он такой же общественник, просто он в статусе депутата. В региональной группе есть депутаты? Нет, конечно. И они не просятся, и не идут. Да как бы никто и никогда не просился в гости. У нас двери всегда открыты и в рабочей группе, и в общественной палате. Но депутаты наши как-то так игнорируют в данный момент. Особенно городские. Валерий, я так понимаю, подозревает руководителя ДДХ Андрея Менькина в некомпетентности. И следующий вопрос, соответственно, является ли признаком некомпетентности Менькина необходимость контролировать ремонт дорог общественниками? Вот я на этот вопрос еще в самом начале, когда Андрей Юрьевич пришел на работу, говорил, как бы не зависит от компетентности. Да, как бы образование это одно. Другое это, насколько он профессиональный. Но и третье это менеджмент. Человек пришел как менеджер, пришел в дирекцию дорожного хозяйства руководить, он же там не один. У него же там целый штат, большой штат сотрудников. И как он правильно руководит своим штатом сотрудников, кого он туда нанимает и кто у него там работает, от этого и зависит качество выполнения работ дирекции дорожного хозяйства. Не от одного человека все зависит. Зависит от команды. И какую команду там создаст для себя, и как они будут выполнять работу, такие будут дороги. Ну а проще говоря, вы не считаете некомпетентным Менькина? Нет, я не считаю на данный момент, потому что должно пройти время, и время покажет. Делать выводы с марта месяца, грубо говоря, когда Андрей Юрьевич пришел на работу, по сегодняшний день это не тот срок, о котором можно было говорить. Надо подождать, надо посмотреть как минимум год работы человека. У нас же сами понимаете, когда человека бьют на работу, как минимум три месяца, человек у нас воспитательный срок проходит. Так как минимум три месяца-то уже прошло сейчас на сегодняшний день. Вот сейчас где-нибудь там пройдет программа, посмотрим, как это все пройдет, насколько качественно будут приняты работы, насколько брака будут сделаны. Потому что мы раньше неоднократно указывали, что дирекция дорожного хозяйства больно мягко относится к подрядным организациям в городе Кирове. Вот и будем смотреть сейчас, как они будут подписывать дальше акты выполненных работ. Ну, видимо, следующий вопрос снимается. Вопрос от Валерия, раз Константин считает, не считает, вернее, некомпетентным Менькина. Там вопрос был связан с некомпетентностью Перескокова, главы администрации. Кто спонсирует общественников? Вот еще такой вопрос. Да никто не спонсирует. Многие задают такие вопросы. Они получают ли я зарплату в Российском народном фронте, в общественном палате? Да нет, не получаю. Я получаю там, где я официально работаю на сегодняшний день. А все остальное, это, как говорят, от сердца. Общественник — это не работа, это призвание, можно так это назвать, на сегодняшний день. И это, с одной стороны, тебя захлестнуло, и ты уже остановиться не можешь. Ты понимаешь, что за каждым своим действием ты где-то что-то делаешь хорошее. И вот это уже как, ну, как бы, такой вот момент. Я вот анализировал иногда, и многие меня спрашивают, нафиг тебе это надо совсем? Зачем тебе это нужно? Ну, правда, может, тебе там зарплату платит кто-нибудь. Да никто мне зарплату за это не платит и платить не собирается. И вы не в доле. Да, и мы не в доле, и рабочая группа не в доле. Конечно, в некоторых случаях хотелось бы где-то там кто-нибудь на бензин помог, еще как-то. Но ты становишься зависимой от кого-то. Это не надо. Мы такие, какие есть, и нам нравится это выполнять. Значит, мы полезны для общества, значит, мы полезны для людей, и города, и Кирова, и области. Еще один вопрос. Интересуется, Валерий, тема, можно ли организовать дорожные работы так, чтобы никто не усомнился, что они как-то будут иным образом организованы. То есть хорошо, качественно все будет сделано без привлечения общественников? Да, конечно, можно. Умели бы это делать. Вот как раз мы должны с вами посмотреть правильный менеджмент Андрея Юрьевича Менькина. Может быть, в будущем, если он правильно поставит работу дирекции дорожного хозяйства, и общественники не понадобятся для контроля на дорогах. Потому что дирекция будет выполнять те обязанности, которые она, по сути, и должна выполнять. Которая она прописана, и за это ей платят заработную плату всем работникам, которые там работают. Но в данной ситуации, вот пока на сегодняшний день, без нашего участия, как мы видим, дирекция дорожного хозяйства обходиться не может. Вот так. Константин Сенчихин. Это его особое мнение. У нас сейчас реклама. Мы скоро будем продолжать нашу беседу. Особое мнение на 101FM. Особое мнение Константина Сенчихина, руководителя региональной группы общественного контроля за ремонтом дорог. Мы сегодня слушаем. И еще никак не можем оставить тему ремонта дорог. Есть еще один вопрос от Валерия. Он интересуется, есть ли публичный список ремонта дорог. Так называемая интерактивная карта, из которой можно понять, где дороги отремонтированы, где они приняты. Но я так уже расширяю рамки вопроса. Некая карта была недавно презентована. Да, как бы есть. Во-первых, есть карта Общероссийского народного фронта, где люди размещают свою информацию. Карта убитых дорог. Карта убитых дорог. Да, и там точки, которые уже на данный момент сделаны на сегодняшний день, актуализируются и меняют свой цвет. И человек может увидеть, вот он сообщение оставил. Вот эта дорога уже сделана на сегодняшний момент. Нет, Валерий, ты интересуется все-таки, видимо, той картой, из которой можно узнать, принята она или нет. Вот дальше, если переходить к карте, есть карта при Общественной палате, которая была создана при Министерстве, при правительстве Кировской области, на которой размещалась информация тех дорог, которые в 2017 году будут ремонтироваться. И сейчас, в последнее время, вот мы 19 числа получим, как говорится, по 19 числа к совещанию следующему, 19 июля, который будет состояться, мы получили сейчас сводную информацию по тем дорогам, которые уже приняты. И в ближайшее время эту карту мы актуализируем и покажем, что ряд работ уже сделаны, те улицы, которые уже сделаны. В ближайшее время человек может зайти и посмотреть актуальную информацию, какие дороги сделаны, когда акты подписаны и какой срок гарантии по этим дорогам, до какого, сказать, месяца, дня и года. Ну и не могу не спросить о том голосовании, которое организовано на сайте Региональной общественной палаты, голосование за те дороги, которые будут ремонтироваться в следующем году. Ну, вернее, список этот дорог будет рекомендован, да? Да, рекомендовано. Раз люди голосуют, вот, пожалуйста, уважаемые власти, мы еще обратите на это внимание. Итак, сколько сейчас уже примерно голосов? На сегодняшний день у нас голосов порядка 1900 человек проголосовало. Вот мы актуализировали на днях, ну, посмотрели спецдак, порядка 1900 человек проголосовало, голосование еще идет, и я всех призываю голосовать. Почему? Потому что... Голосование продлено, по-моему? Да, продлено до конца июля, почему? Потому что, ну, мы посмотрели, люди голосуют, значит, есть активность 1900, это не такая большая цифра, но все равно. В прошлом году было 3000, вот, по тем дорогам, которые в этом году ремонтировались. Ну да, но давайте так, что в этом году основные проблемные точки, на которые основное голосование, они уже отремонтированы, да? Да, если, например, в этом году у нас первое место пока занимает улица Красноармейская. Красноармейская? Да, улица Красноармейская. Какой участок улицы Красноармейской? Вот, просто стоит улица Красноармейская, а там уже будем смотреть, какой участок возьмут в работу. Ну, все, вероятнее, это в районе перекрестка улицы Свободы и Красноармейская. Там вот участок, он такой плохенький. Ну, то есть отрезок от Карла Маркса до Октябрьского проспекта, если уж так решились. Да, 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 вот там уже должна, ну и при том, что участок не есть хорошо со стороны Октябрьского. Нет, все-таки в сторону Ленина от Карла Маркса до Ленина. Нет, ну, смотрите, если кто ездил по Красноармейской, то так-то она не есть в хорошем состоянии. Согласен, регулярно там проезжают. Начиная от Октябрьского проспекта, заканчивая улицей даже Ленина и даже Урицкого, да, то я думаю, что ее надо ремонтировать всю в полном протяженности. Также у нас есть переулок школьный сейчас на сегодняшний день в Радужном, второе место занимает. Но остальные улицы, я пока не буду так акцентировать внимание на них, да. Но это вот первые, как говорится, две улицы на сегодняшний день в нашем голосовании, которые занимают первое место. Первое, второе место. Проголосовало порядка 1900 человек. Там, конечно, местами, как пишут нам люди, есть сбои в нашем голосовании, да, там где-то кого-то, ну, неактуально, как бы, кто-то, говорит, уже проголосовал. Посмотрим, из этого взяли паузу, взяли еще до конца июля. Посмотрим сейчас, как дальше голосование пойдет. Ну и, конечно, в дальнейшем мы эту информацию письмом отправим в Министерство транспорта, в администрацию города Кирова, чтобы ее приняли к сведению. Также сейчас на сайте администрации города идет голосование. Посмотрим, будет ли наша информация вместе с ними одинакова. Может быть, с их стороны там будет другая маленькая информация. Все равно сядем, да и, как говорится, дороги будут отремонтированы в следующем году. Меня лично очень беспокоит улица Горького, потому что активно пользуюсь, собственно, проезжаю. Анонсирован ремонт в этом году от Комсомольской до Азина. Это район автовокзала. Район автовокзала. Ну а дальше-то что? Район перекрестка Сваровского, Смаклина. Вот, на мой взгляд, улицу Горького надо также ремонтировать все. И в следующий год он тоже, как говорится, еще больше бюджет будет на город. Ну там порядка, уже примерно цифры называли нам, порядка миллиард двести, миллиард триста. Это будет денег, выделенный на город, на агломерацию. Точно можем уже об этом говорить? Нет, я думаю, что это точно будет, да. И от этого все зависит, конечно, как мы эту программу этого года выполним, да. Но я надеюсь, что эта программа будет выполнена в срок. Ни один из подрядчиков не завалит свою работу, да. И в следующем году город получит опять хорошее финансирование, дофинансирование с федерального бюджета на агломерацию. И в городе дороги станут еще лучше. Вот эти все промежуточные улицы, как улица Горького, как улица Красноармейская, другие улицы есть, которые надо ремонтировать. Также улицу Школьную в Кирове-Чепецке надо ремонтировать. Может, Слободской еще подремонтируют, потому что там ужасные дороги в самом Слободском. В этом году хоть более-менее, как говорится, сделали. Но надо еще делать и делать и делать. У нас остается буквально 7 минут до конца программы. Давайте от темы дорог отойдем. Все-таки поговорим о проекте, в том числе генеральной уборкой, да. Генеральная уборка, проект, который существует в рамках Общероссийского народного фронта. Вообще такой толчок обсуждения данных тем экологических придала межрегиональная конференция, которая состоялась в конце июня в нашем городе, как раз-таки под руководством приорганизации Общероссийского народного фронта. Сейчас постоянно идут сообщения о том, что активистам ОНФ поступают сообщения о несанкционированных свалках. Вот как раз-таки последняя информация была на сайте регионального отделения ОНФ опубликована вчера. Это и кооператива на улице Луганская, и поселок Костино. В общем, какая работа сейчас идет, Константин? На сегодняшний день сообщения, конечно, да, конференция, она дала толчок. Очень хороший толчок. Люди об этом еще больше услышали, узнали. И что... Несколько раз говорили с разными гостями на эту тему. При том, что они видят, что данная информация не остается просто на бумаге, она... Свалки ликвидируются, свалки, места очищаются, на это идет и администрация подключается, и местные активисты подключаются, и наши, конечно, активисты, как говорится, на первом плане отрабатывают все сообщения, да. И, по сути, вот на сегодняшний день порядка 260 уже сигналов поступило, да. И порядка... Мы имеем в виду в этом году или за все существование? Ну, за все, а она работает еще только этот год. Проект работает еще только этот год, и вот в течение этого года практически столько уже объектов, сигналов поступило. И, конечно, основные точки соприкосновения — это садовые товарищества, кооперативы гаражные. Потому что мы с вами наблюдаем, что у каждого гаражного кооператива какая-нибудь незаконная свалка существует. Ну, я редко бываю в гаражных кооперативах, но, да, многие из них выглядят плачевно-плачевно. Да, если вы заедете в любой гаражный кооператив, понятно, что, например, в городе Кирове они в основном заходятся за городом, ну, как бы на окраине, да. То я, например, родившийся в Кирове-Чепецке, так эти гаражные кооперативы там и в городе есть, и также за городом, да. И эти свалки, они по жизни там были, и убирались силами этих же кооперативов. Сначала они валят годами, а потом как-нибудь кооператив собирается раз там в пять лет и принимает решение, что надо убрать. Так это неправильно. Вы что предлагаете все-таки? Мы предлагаем... На чем настаиваете? Нет, мы предлагаем на разумном, законном способе. Это договор. Договор с организацией, которая вывозит мусор ТБО, ТКО на сегодняшний день, да. Оснащение площадки контейнерами. И вперед из песни. Если ты пользуешься своим гаражом, так, пожалуйста, плати за вывоз мусора, который образуется в рамках своей работы, ну, жизнедеятельности, в этом даже гараже, в ремонте машины, либо уборке или еще чего-то. Ну, мы знаем, что специалисты другие нам рассказывали о том, что такая ситуация за часой возникает, когда не могут определиться и понять вообще, на чьей территории располагается свалка. Если это муниципалитет, то муниципалитет должен убирать, а муниципалитет говорит, что нет, например, это земли, лесхозы и так далее. Понимаете, это проблема. Наши гаражные кооперативы, они строились по принципу, выделяла земля пальцем, как говорится, вот здесь стройте, и построили. А по факту земля не отмежевана, например, у гаражного кооператива непонятно, один хозяин появился, другой поменялся, все это проходило в рамках книжки, например, по садовым товариществам был кооператив, у каждого была книжка товарища кооператива, в которую там вписывался, собственник поменялся, выписался, собственник поменялся, вписался. И непонятно, кто хозяин даже этого земельного участка. И поэтому и будут они передергивать. Нет, нет, надо определять границы земельного участка в рамках законодательства, надо находить собственников этих гаражных кооперативов, этих же гаражей, и ставить, чтобы стоял на их территории контейнер. И тогда будет все ясно, чья это свалка, чья это территория, и кто за нее должен отвечать, и за эту свалку тем более. — С прокуратурой активно сотрудничаете? — С прокуратурой всегда активно, всегда взаимодействуем, и прокуратура никогда от нас не отворачивается. — В шаг нога в ногу идешь прокуратура? — Да, да, в шаг нога в ногу, со всеми контролирующими органами всегда есть взаимодействие, всегда есть понимание. — Конкретные результаты хотя бы на этот год ставятся? — Ну, знаете, по-моему, столько-то ликвидировать свалок. — Такого нету. Чем максимум мы ликвидируем тех проблемных точек, тех сигналов, которые на сегодняшний день есть, тем больше, как говорится, мы поможем людям, те, которые реагируют. И они увидят, что этот проект рабочий, этот проект требуется для людей, и этот проект выискивает те проблемные точки. Мы же об этом никогда не говорили, пока не появился данный проект, и никогда не появились эти сигналы людей. И когда мы стали анализировать, мы видим, что очень много сигналов идет по садовым товарищам, по гаражным кооперативам. А до этого все почему-то об этом молчали, и никто не говорил, говорили только про полигоны, про то, что некуда вывозить мусор. А сейчас, на сегодняшний день, мы видим еще проблемные точки, и мы их изучаем. — Ну, я напоминаю, что сигнал подать может любой. — Да, любой гражданин может зайти на сайт интерактивных по свалкам. — Он так и называется, ОНФ, генеральная уборка так и называется. — Да-да-да, заходите, там есть окошечко, регистрируетесь, выставляете точку, где вы эту свалку увидели, фотографируете ее, и информация приходит в штаб, штаб обрабатывает эту информацию, активисты выезжают на место, и дальше уже активно идет работа, чья территория это свалки, кто собственник этой свалки, можно сказать, чья территория муниципалитета. — Вернее, на чьей территории. — Да, на чьей территории находится, да, и дальше уже ищем варианты, как ликвидировать эту свалку. — На этом завершается особое мнение Константина Сичихина, «Время наше истекло». Всего доброго, спасибо. — Спасибо большое, приглашайте. — Да, кстати, через 20 минут, вернее, через 15 минут слушайте интервью исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова. Особое мнение на 101FM